Зачем делает это сегодня Россия? Ну, то есть, я не знаю, говорили у вас в этой студии или нет, но, конечно, мы понимаем прекрасно, что Россия в данный момент не желает, не хочет, а может быть не может, предположим, вести тотальную войну до победы. Тотальную, катастрофическую, прямую, как каток, войну, которая должна завершиться пресловутой деноцификацией, демилитаризацией и подписанием капитуляции. Поэтому она таким образом склоняет Киев политический к переговорам. Как мне кажется, ну, то есть, это, по-моему, совершенно очевидно. Она склоняет Зеленского к переговорам, он переговаривать не хочет. А так просто для понимания, мы о чем хотим договориться с Зеленским? Мы хотим начать переговорный процесс. С Зеленским? С Зеленским, безусловно, переговорный процесс. Хотя мы сами говорим, что он не субъектен, и мало что решает вообще. Ничего не поделан. Иначе бы наши МИД и иные инстанции не повторяли бы бесконечно, не воспроизводили эти мантры о том, что мы хотим немножко попереговариваться. Но я понимаю, что стратегически нам важно затянуть ситуацию. Ну, нам важно. Понятно же, что к наступательным действиям мы не готовы. Для того, чтобы наступать всерьез, нам, конечно, нужно вдвое увеличить группировку, как минимум, ну и так далее. Ну, то есть, ну, вот этими обстрелами, вот там тем нашим гражданам, которые особенно этому сильно радуются, патриотам, уважаемым мной, ну, короче, вот этими обстрелами войну не побеждают. То есть, вы должны сами понимать, мы так не победим Киев, не склоним его к капитуляции. Это имеет исключительно узконаправленный смысл принудить их к переговорам. Хотя раньше, вот буквально еще вчера мы ждали возвращения в Херсон и до сих пор ждем, а еще чуть раньше, в сентябре, в Харьковскую область. То есть, таким образом, мы согласны зафиксироваться под Днепру в той части, в которой Херсонская область. Увы, на какое-то время явно согласны. Я предположить дальнейших планов не могу, но вот эти, они слишком прозрачны, чтобы они вслух не произнесли. Но просто не все это признают. Не все это признают. И не готовы признавать многие. Никто это не признает. Дай бог, чтобы я ошибался, но тут очевидно. Но, понимаете, как начинались первые и вторые минские переговоры, еще промежуточные переговоры, они начинались в результате жестких воинских побед. Я думаю, что если российская страна реально хочет переговоров, она, конечно, должна понимать, что одними только вот этими ударами нашими замечательными мы к переговорам их не склоним. Для этого нужна еще подкрепляющая военная победа. А вы за что? Вы описываете гипотетическую позицию российской власти. Ну, я же... Не Варшава. Да нет, не надо Варшаву. Нет, не надо, конечно, не надо Варшаву, но все понятно, чего мы хотим там, да, и чего я хочу. Надо это повторять, наверное, всякий раз. Конечно, я за снос политической системы в Киеве, за смену Зеленского, за юридическое наказание для всех людей, совершивших насилие над Украиной и сделавших из нее реально неонацистскую квази-государственность. Ну, это очевидно. Но мы исходим из реальности. Вот в реальности надо понимать, что они будут вымораживать свое население и никогда не будут его жалеть. Они не пойдут на переговоры на эти. Мы сейчас еще через неделю, еще через две, еще через какое-то время опять их закидаем, опять все погаснет, а он не будет переговариваться все равно. Вот, и, ну, то есть это те вещи, которые очевидны, которые надо проговорить, наверное, вслух, потому что чудо не произойдет. А к чему призываем? Закидать больше, круче? Я бы, как это говорится, доброе слово плюс пистолет, коль-то, да, весит больше. Уничтожение энергетической структуры плюс военные поражения, конечно, весит больше. Желательно, чтобы она была окончательной, потому что, ну, последнюю мысль надо говорить, потому что все равно придется довоевывать. Даже если мы заключим сейчас перемирие, нам неизбежно придется довоевывать эту историю до конца. Семе Хасабюрт, 1997 года. Вот ровно та же история перед нами стоит, но я думаю, что все это понимают. Ну, конечно, не мы такие одни умные. Понятно, что вот мы стоим перед очередным каким-то Хасабюртом, который придется потом доделать до финала. Все боятся при этом Минска-3. Страшно опасаются. Дело в том, что... И главное, в чем выгода для Зеленского сейчас заключать соглашение, если у него все так неплохо идет. Зеленскому не выгодно, конечно же. Спасибо. Спасибо.